Кабала для начинающих, том 1, приложение, глоссарий кабалистических терминов, буква А. Аб, парцув хохма, мира, адам, кадмон, образованный вследствие зевуга на решимо света. Далит, 4, решимо сосуда гимель, 3. Этот парцув работает с такими желаниями, с которыми предыдущий парцув, Гальгальта, работать не смог. Аба, на иврите отец, парцув хохма в мире ацелут. Абове има, на иврите отец и мать, парцув хохма и бина, мира ацелут. Абове има, мира ацелут, это верхняя часть бина, мира ацелут. Абове има, называемая авеи, аба, ве има, соответствует мужской и женской части, как зеа и малхут. Авеи находятся в постоянной связи между собой, чтобы передавать вниз орхасадим для поддержания существования всех находящихся под ними. Абеа, сокращенное название системы миров ацелут, брия, яцера, осия, с помощью которой мы исправляем себя. Абове, тоже ютхей вавхей, четырехбуквенное имя творца, отражает четыре стадии построения в нас ощущения творца, кли, и его имени, наполнения. Абиют, это сила, глубина желания, требования, измеряется под шкале от нуля до четырех. Абьют, нулевой, на иврите шореш, зароды желания, когда человек полностью аннулирует себя и растворяется в творце. Абьют, абьют первый, на иврите алиф, неосознанное, неразвитое желание к свету, творцу. Абьют второй и четвертый, абьют два, на иврите бет, желание отдавать творцу, уподобиться ему. Абьют четвертый, на иврите, далит, желание быть таким, как творец, желание стать на его место, а не наслаждаться светом, из него исходящим. Адам, первый человек, который получил желание к познанию высшего мира, почти шесть тысяч лет назад. Автор книги Разиэль Малах, Тайный ангел, в переводе. Адам, на иврите человек, означает подобный творцу, адоме, ле элеон, самостоятельно строящий себя для того, чтобы стать ему подобным. Адам, Адам решен, совокупность всех созданных душ, связь между ними на основе взаимоотдачи. Созданная творцом единая душа, состоящая из частей частных душ, содержащих в себе все остальные части, единое желание, наполненное общим светом. Адам, на иврите Адам, человек, кадмон, первичный, мир, который предшествует человеку, замысел, вследствие реализации которого человек может полностью уподобиться творцу. Активно это то же самое, что задействовано и используется. Альтруизм, альтруистические желания, это желание отдавать действия с намерением ради творца. Альтруистические келим, свойства творца, приобретаемые человеком, желание отдавать. Альтруистическое свойство, это желание отдавать намерение ради отдачи. Ахаб, Озен, Хотем, Пе. Сферот нижней части Бены, Сарампин и Малхут, в которых есть желание получить. Сосуды келим, получения. Ари – это полное имя Ицаак Лурия Ашкенази. Один из величайших каббалистов в истории человечества. Создал основополагающую систему обучения каббале. Пользуясь его методикой, каждый человек, изучающий каббалу, может прийти к цели творения. Основной труд – книга «Древо жизни». Ариханпин – корень всех творений, и он является корнем или кетером в действии для всего мира Ацелут. В Ариханпине находится полностью все управление Творца, мозговой центр, мироздание. Ариханпин – высшая ступень, на которой зарождается все. Ацелут – это мир полного ощущения Творца и слияния с ним. Система управления, воздействующая на последующие миры – Брия, Яцера, Осия. Смотри также мир Ацелут. В системе управления, управляя потоком нисходящего от Творца Света, мир Ацелут воздействует на нас. Ацмутов – непостигаемая суть, сущность Творца. Наше восприятие всегда субъективно, так как мы ощущаем лишь воздействие на нас Творца, а его самого мы не можем познать, как и вообще все, что находится за пределами нашего тела. Поэтому все, что существует за гранью наших ощущений, мы называем Ацмутов.